ПЕСНЯ Программа «Семейный альбом» рассказывает о дружных, счастливых семьях, поэтому выбор наш пал не случайно на вашу семью. Сегодня мы в гостях у Аслана Томаева и Ирины Крымовой. Ирина, представьте нам, пожалуйста, своих домашних. Познакомимся давайте поближе. С большим удовольствием. Это мой супруг Аслан Томаев. Это мой любимый зять Амир Кулов. Моя дочь старшая, Ланочка Кулова. Мой старший сын Илья Томаев. Младший сын Анзор Томаев. А вот это старшая внучка моя красавица, Даяна Кулова. И вот эта очаровательная молодая леди, младшая моя внучка, Диса Кулова. Очень приятно. Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляет распорядок дня, обычаи. Вот уклад жизни, каков он в вашей семье? Наша семья вряд ли отличается чем-то особым от других семей. Ну, я не могу сказать, что это отличие очень много дружных семей, но наша особенно дружная. Вот все люди, которые здесь присутствуют, мы просто очень крепко держимся друг за друга. Все традиционные праздники, дни рождения, все отмечаем мы вместе. И так сложилось, что вот в нашей семье есть представители разных национальностей, разных вероисповеданий. Да, разных национальностей, наверное, как ты. Поэтому мы ввечаем праздники, связанные с регионными обязанностями. Это, опять я могу сказать, Курман и Джорг Ба. Это у Астинов тоже такой самый значимый праздник. Это и у вас, да, да, это да, да, совершенно верно. Это и у всех христиан. Но у нас особенно, конечно. То есть у вас на одной ступеньке и православные праздники, и... Да, мы и Курман отмечаем, и Джорг Ба отмечаем. Зарезали барана, у нас Курман был. Кругу, значит, вот друзей, соседей мы отметили. И Курман, и Джорг Ба. Ирина Крымова, для кого-то мама, для кого-то бабушка, для кого-то теща. Талантливо, красиво. В вашей семье вам это помогает или мешает? Вот в жизни. Значит, ну я, наверное, если... Она не супруга еще, но... Аслан, извини. Ну, хочу сказать, что вот это слово теща, вот в данном случае, наверное, в таком ее понимании, да, вот как-то... Ну, много же это анекдот. Да, 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 знаете, что... Теперь это, наверное, у нас, как бы, первый день нашего официального знакомства, когда нас, как бы, по обычаю, по обряду знакомили, как бы говорили, вот, теперь, как бы, теща новоявленная, подойди и познакомься. И вот ее первая фраза, я, говорит, себя в роли тещи. Очень, говорит, сложно мне представить, но я вам буду настоящим другом семьи. И уже прошло с тех пор 18 лет, и... Подтверждают. Подтвердили. Подтвердили. Тогда, не отходя от кассы, Амир, вопрос. Лана, похожа на маму? Я скажу, потому что он может справиться. Конечно, есть. И потом она еще настолько умница, она, она такая талантливая. Вот. Она и поет... Сколько лет? Сколько лет уже, да. И как хозяйка хорошая, и мать двоих таких красавиц от девочек. Можно сказать, что Лана обладает сильными чертами характера. Ведь все-таки бросить консерваторию в Санкт-Петербурге ради того, чтобы приехать с мужем на родину, это все-таки поступок. Но, видимо, было во что влюбляться. Вы знаете, вот время показало, что это не жертва, это, это вот, это как раз плюс, наверное. Она очень сильная. Она, у нее натура очень сильная. Она, вот если что-то сказала, она должна это сделать. И вот тоже, этот поступок, я сначала, во-первых, неоднозначно это восприняла, потому что Амирчика еще не очень хорошо знала. Но когда я его узнала, я сказала, 10 раз можно было бросить эту консерваторию. Одну минуту, можно? Ради него можно. Я добавлю. Ну, вот она взяла пример у матери. Мать тоже бросила консерваторию в Саратове. Я тоже бросила. Мы сняли, даже в этом, похоже. Я после третьего курса тоже бросила консерваторию. ПЕСНЯ Правильно, значит, будет сказать, что талант передается по наследству? Ну, говорят, что через раз отдыхают, но я бы не сказала. Лана, мне кажется, я отдыхаю, а Лана гораздо талантливее. Мне кажется, я отдыхаю. Нет, 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 они оба условия. Просто удивительно. Амир вот влился настолько плавно, красиво в нашу семью. Мы когда встречаемся, у нас минуты нет времени просто посидеть молча. Мы всегда говорим о музыке, о творчестве. И мне так приятно, что он музыкант, что он понимает, что он абсолютно, он очень грамотный, классный музыкант. Относительно схожести с мамой, мало того, у нее общего с моей мамой. Мало того, что они как бы по гороскопу являются обладателем одного знака, затем как-то мы подсознательно реализируем идеал женщин и своих матерей. Вот это вот как бы сыграло какую-то свою роль. И расскажите мне тогда сразу о девочках. Что от бабушки, что от мамы, что от бабы? Младшенькая Дисочка, не знаю, она еще пока не определилась. Она еще пока в музыкальную семью не вливается, хотя прекрасный у нее голос, прекрасно поет, отличный слух. Как она ее не включается? Она уже выступает в очередной группе. Деду обидно стало. Вот именно вливается. Она не определилась. Она не знает, будет она музыкантом или нет. Вот в этом отношении. А так, Даяна дизайном, по-моему, увлекается, да? Они увлекаются многим. Но у Даяны тоже прекрасный голос и слух замечательный у обеих девочек. Субтитры создавал DimaTorzok Илья Тумаев закончил филологический факультет. Иностранный. Иностранный факультет. Филолог профессиональный. Значит, совершенствовладеет английским, чем я его очень сильно завидую. Вообще языками, литературой. Вот как он увлекается с раннего детства. Я даже помню такой случай, что ему, наверное, годика 4 или 5 было. Я, значит, как-то, ну, очередной раз, да, молодой взят, сижу там весь такой этот. И, естественно, хочу заработать все плюсы перед братьям, супруги. И попытался ему рассказать фильм о древних даках, но на таком уровне. Значит, ну, это наши, не наши, те победили и так далее. А он так это, ну, глазками говорит, Амир, ты что, про древних даках рассказываешь? Я говорю, Илюша, я с тех пор тебе ничего не буду рассказывать. Так что, и вот на сегодня он тоже как бы скромничает, об этом мало кто знает, но, если я не ошибаюсь, уже, по-моему, третий том, да, вот. Параллельно, значит, он еще учится, получая второе и высшее образование. Они оба на пятом курсе. Да, учатся на пятом курсе юридического факультета. Ну, Геон. У него есть такое увлечение, это даже можно показать история, да? Можно даже показывать. Это вот сколько в количественном отношении, Илюша, этих фигурок у тебя? Ну, на эти годы тысячи, наверное. Ну, бумага, она не сохраняется, но... Каждый экспонат имеет свое имя, название, образ, характер. У нас семья традиционная, у нас электристика всякая не увлекаются. Если читать, то Чехов, классические тома в Советском Союзе серьезные книги печатали, все прочитаны от и до. Вот она читала, все. Отец читал. Ну, мы с Анзором тоже немного читаем, но... Анзор Томаев, младший брат моей супруги Ланы. Имен в кругу, достаточно известная личность, он замечательный напоет, готовится к выпуску, вот, первый сольный альбом. Ему это нравится. Мой сказочный рай, мой сказочный рай, Без тебя одинок, лишь только луна, Так похожа на любви цветок. Мой сказочный рай, от меня так далек, Лишь только луна уведет дорогой Параллельно ведет новую деятельность. У него элементарно любые житейские вопросы, значит, на любом уровне и с любого возраста человека может решить, да, любой сложности. На него в этом смысле очень, как бы, полагаться. Не зря мы ему доверили первые в жизни, как бы, на праздник самому, собственно, Месяц, а месяц двух полагаться. Нет, ну, и потом обожают все соседи, все, и русские, и астины, и кабардинцы, и кто жит, все его обожают очень. И идет на помощь, моментально идет. Там то ли похороны, то ли там же. Он первый там, значит, и он помогает. Тогда вопрос к родителям. Что самое сложное в воспитании ребенка? Знаете, нужно много времени уделить. Вот то, что ты вложишь в ребенка, то это и получишь. Тут уже надо жертвовать всем, чем можно и даже нельзя. Время, много времени уделять им нужно. Контроль уже жесткий, чтобы не особо они замечали, но родители должны знать, где их дети находятся, с кем, с кем дружат. Это необходимо. Наши при нас всегда, на работе, дома, круглые. Все сутки, мы знаем, с кем общаются, знаем, где находятся. Да. Поэтому контроль есть всегда. Тогда вот такой вопрос. Чему вы сами научились у своих детей? Я у Ланы научилась что-нибудь готовить, то, чего я не готовлю. Новым блюдом я у Ланы учусь. Когда вы давали имена детям, вы какой-то смысл вкладывали? Ланочки, когда имя давали, мы хотели имя адыгское, старинное имя. Илью назвали в честь его деда. Моего деда, да. Илья был его дед, его сестра старшая. Очень хотела она давно, мечтала назвать первенца Илью. Анзора он назвал, еще не родился он, но он говорит, у меня будет братик Анзор. Он сказал нам, что будет братик Анзор. Да, он сказал, у меня будет братик Анзор. И все. Родился мальчик, раз ребенок хотел Анзора, получил Анзора. Мы как раз это подбирали имена, и раз так газету открыли, Дорианна рос в Москве. Именно мы захотели и крапки, а не через я. Спасибо. А джесану в переводе Бардинского получается золотые глаза. Дешану. Златогласка. 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 Понравилось. У нас еще такая история произошла, у нее в свидетельстве о рождении в Дайану написали через букву я. Да, я. Извините, будете паспорт получать, поменяйте. А в документах везде, в трапках, в журналах, она свое и написала. И время паспорт получать. Выдают ей паспорт, естественно, по свидетельству о рождении. Все, у ребенка трагедия. Она сказала, если мы ей не поменяем имя, то у нее вся жизнь по-другому. Раз вы меня назвали, будьте добры, мне поменяйте. Именно так я по-другому не хочу. Мы полгода меняли. У нас еще была такая история, это сколько лет, годика три было, да? В музыкальном театре был концерт, и мы должны были с ней петь дуэтом. У Аниты Цо песни есть «Мама к дете», «Деты, мама». И вот в какой-то момент в конце, она под конец должна выйти и детским голосом спеть кусочек. Не смог он ее на сцену. Я осталась в сцене. Долго репетировали. У нее началась истерика, она начала плакать. Она говорит, по сей день я слышу эту песню, я плачу. Есть вещи, которые я тоже не могу. Столько лет уже мамы нет, а я до сих пор о матери не могу петь песню. Я сейчас говорю, у меня коп. А там я просто начинаю плакать. У меня есть несколько песен, которые мне очень хочется записать, но я не могу их записать, я не могу до конца спеть. Понимаете? Вот не могу. Вот такое вот. Я ее поэтому очень хорошо понимаю. И вот на радио, когда мы работали, приносили гбза, песни плач о ком-то. Но они очень такие трагичные, очень. Меня просят записать, приносят и авторы. Я стою, ни одного гбза я не смогла записать. Я начинала до середины, у меня ком гор, я начинала плакать, и все, я не могу его писать больше. Кто-то записывал другой всегда. Есть такие вещи действительно. Это бабушку, значит. Лосочек забыли. Разгадал. Лосочек, да. Вот бабушка. Моя девочка. Имея такой солидный опыт материнства, что вы можете сказать? Дети, это трудно или интересно? Дети, это счастье. Это счастье такое великое, без которого очень просто... Я не знаю, для чего жить. Бог не дал, это вопрос другой. Но нежелание иметь, это я считаю преступлением. Это счастье, но и очень-очень трудно. Безусловно. Их воспитать, поставить на ноги, это очень трудно. И воспитать настоящих, хороших людей, мужчин, настоящих кавказских мужчин воспитать и таких вот девочек-горянок, чтобы чистых, открытых. Как мы стараемся, как мы стараемся воспитать их. Очень трудно. Очень много времени на это уходит. Во-первых, это у многих, наверное, есть. И слава Богу, серебряные вещи, которые с поколения, с поколения передаются. Это нагрудник, пояс, конечно же. Платки старинные. Еще... Прабабушки. Я даже ношу сейчас их, просто как платок одевают. Национальные, ручной работы, из чистого шелка. Удивительные вещи, очень интересные. Сколько себя помню, отец всегда носил в кошелечке ножнички, маникюрные, старинные ножнички. Он говорил, что это вот его бабушки. Бабушка, значит, по наследству его матери передала, а от матери они достались вот моему отцу. И после того, как отец ушел, значит, эти ножнички... Он с собой... Да, торжественно, их никто не передавал, но на самом деле я с тех пор вот эти ножнички ношу с собой или в кошельке, или в сумочке. Мне кажется, охраняет. Как оберег, амулет. Вы знаете, получается, что? Вот мы вместе не можем никуда поехать, потому что пусть он крохотный бизнес, но бизнес. Кто-то должен оставаться. А одной мне он всегда езжай, езжай. Его друзей, жены за границу едут, а он обижается. Говорит, почему ты с ними не едешь? А мне неинтересно, понимаете? Я бы с удовольствием поехала, если бы он был со мной. В принципе, я не жалею, потому что более любимого мной города, чем Нальчик, наверное, на земле нет. Поэтому дома большей частью. А вот молодые, они как-то молодцы, успевают. Море – это святое. Хотя бы раз в год нам надо как бы на недельку вырваться, поэтому по мере возможностей пытаемся уехать, немножко позагорать. Чтобы прямо так за что-то там переживать, чтобы я исправила, я не могу сказать, что. Но, конечно, ошибки были, безусловно. Мы живые люди. И может быть и хорошо, что они были, потому что относительно меня я стала сильнее. Я на них училась. И я сформировалась. Боролась за многое в своей жизни. Мне пришлось бороться за какие-то ошибки свои. Приходилось многое с работы уходить. И меня жизнь закалила. Я так хотела все исправить в жизни, чтобы всем вокруг было хорошо. Наверное, Бог сделал меня вот такой, какой я есть. Я очень счастлива. Я все время говорю, наверное, Бог любит меня, что простил какие-то мои ошибки, направил, уму разума меня научил. И вот такая у меня прекрасная семья. Ну, я не говорю о рождении детей. Я вообще очень люблю детей своих, вот этих вот чудесных девочек. Я обожаю их. Но это ни с чем не сравнимое счастье. Это уже не переживешь. Вот я была безумно счастлива, когда я поступила в консерваторию. Поступила, между прочим, это не хвастовство, но пахала, я ночами не спала. У меня нервный срыб был. Но когда я поняла, что я попала вот так, без целевого направления, без ничего, в Саратовскую консерваторию, что это я заработала эти оценки. Я была очень счастлива. Когда мы все вместе и общаемся, на самом деле это те моменты счастья, о которых не задумываешься. Не понимаешь, а в конце только оцениваешь, насколько было хорошо. И плюс еще относительно, наверное, у нас у всех они связаны с творчеством. Да. Относительно концертов, выступлений. Ну, тогда не могу сказать о вашем третьем детище Амикс. Наш любимый Амикс. Амир, вспомни, первый концерт Амикса. Да, да. В Шагенцоконском театре. Боже мой, я не знаю, меня переполняло счастье. Эти дети, они настолько были искренни, чисты, столько позитива шло, потому что они несут позитив, чистоту, искренность. Амикс – это большое количество организма, это целое, сплоченное. Вы родители для Амикс, а у каждого ребенка в коллективе разный характер, разные мнения, взгляды. Приходится как-то стыковать, как-то ситуации выруливать, как-то правильно. Вы же папа и мама. Бывают сложные ситуации? Конечно, каждый день. В родной семье они бывали. Причем, если бы мы как-то относились бы, наверное, не очень обязательно, вот, к каждому ребенку, скажем так, но мы же тоже не умеем иногда. Ну, ругаю себя, зачем мы, как бы, так глубоко, прямо до сердца допускаем это все. Но проблема каждого ребенка, даже вот начинающего, только пришел, толком даже, я не знаю, как имя знаю, может быть, но откуда, что, чего, и каждый из них приходит со своими проблемами. Проблемы практически разные. Это, может быть, далеко от творчества или от того, чем мы с ними занимаемся, но они приходят, делятся со всеми этими, я сопереживаю, и начинаем как-то решать совместно эти проблемы. И относительно вот счастливых моментов, вот, в коллективе, да, может быть, да, нежели вот сам концерт, мне больше нравится. Те моменты, когда мы что-то придумываем и вот спорим, значит, как бы, и тогда кажется, что все, совершенно надо выкинуть этот номер, и все. И в какой-то из моментов, непонятно откуда и как, что-то новое рождается, что-то интересное, и в такие секунды я счастлив. Звездная болезнь в вашем коллективе отсутствует? Я считаю, что... Точно так же, как и национальный вопрос. Я вижу номер, они... Номер был на трех языках. Праздничное называется у них, красивый номер. И самое удивительное, что Амир делал, он взял, ну, на русском языке, на кабардинском поет балкарец, а на балкарском поет кабардинец. Вот как он этот номер поставил. Это и удивительно, и приятно. Они этим хотят доказать. Нету этого вопроса у нас. В Амиксе у нас, мы уже как бы гордимся, с Ланой тоже шутим, у нас несколько внуков, и именно из участников Амикса, образовалось пять семейных пар. В плане отношений, значит, как бы мальчик-девочка, такая установка. Если не нравится, то будет не серьезно, если нет, то сестра. Я с мальчиками так разговариваю. Если кому-то это не нравится, бывает и такое, не переживаются. Все мы живые люди. Мы, как бы, я это все понимаю и знаю, что на самом деле, но это тоже, я считаю, как бы уважение какое-то должно быть, какая-то субординация, какая-то грань. Семь определений, какой папа? Раз у нас семейная передача «Семь» – это семья, какой он? Добрый, балует нас больше. Строгий? Не очень. Мама строже, наверное. Папа любит больше. Ну, отец, мамир, строгий вообще. Папа строгий, просто он нам этого не говорит. Он частенько сообщения через маму передает. Мама достается. Мама – посланник мира. За наши какие-то промахи папа нам не делает замечания, он делает замечания маме. Ну, мне это часто становится неприятно, я тоже это говорю, но в основном получает мама из-за нас. Потом мама делает нам замечания, мы думаем, что мы делаем, мы думаем, что мы делаем, мы пытаемся исправлять свои ошибки. Анзур, вы в семье младшеньки, вот какие обязанности у вас, в вашей семье? Он работает. Что надо делать руками – делаю я, что надо делать головой – делать. Близки слова – скучно, ах, нечего делать, чем бы заняться. Ну, такого не возникает у меня. Были моменты, когда вот как бы опускались руки и думал, что уже все. Но меня спасала на самом деле работа. Я как бы и люблю трудиться сам, и советую это делать всем. Мне кажется, если очень хотеть, если, естественно, все живые люди мечтают, можно добиться всего, если не лениться и не отчаиваться. Чтобы молодые люди понимали друг друга, чтобы все те мечты, которые они, значит, наметили, чтобы сбывались. Не остались мечтами. Не остались. Мечты могут быть всю жизнь, но чтобы они решали себе мечты. Уважение – это необходимая часть. Они должны уважать друг друга, ценить, уважать. Любовь бывает, знаете, яркая вспышка, и оно как-то куда-то, когда исчезает, что-то между ними должно остаться. А это уже вот это вот уважение, взаимопонимание и обязательно какой-то компромисс. Семья любви Великой Царства, вне вера, праведность и сила. Семья опора государства, страны моей, моей России. Семья – источник изначальный, Небесным ангелам хранимы. Их грусть, и радость, и печаль Одни на всех неразделимы. Друг друга храните Во все времена, Живите плату и гармонии, И пусть будет жизнь ваша Освещена любовью Петра и Февронии. Чтобы жизнь повторилась сначала, Загляните в семейный альбом, Чтобы жизнь повторилась сначала, Загляните в семейный альбом. Сколько всякого мы позабыли, Сколько слова забудем потом. Чтобы вспомнить, какими мы были, Загляните в семейный альбом, И чтобы вспомнить, какими мы были, Загляните в семейный альбом. Загляните в семейный альбом, И для сухого, И для сухого, И для сухого. Продолжение следует...